МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Что сделано и что еще предстоит сделать? В Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития за 5 месяцев. Год до векового юбилея Чуваши отметила День Республики. Лучшие из лучших. 49 жителей республики получили государственные награды. Чуваши отметила 99-летие со дня образования. Главным деловым событием праздничного марафона стала выставка «Регионы сотрудничества без границ». Ее участники расширяют торговые связи. В эти дни у павильонов было многолюдно, что привлекало посетителей, расскажет Дмитрий Ковалев. Парадокс, но даже в 30-градусную жару спросом пользуются пуховые платки из Оренбурга. На них нет сезона. Их берут всегда. И тепло, и холодно, и средняя погода. Они очень комфортные, они очень удобные. Очень. И общение нам важно, и, естественно, продажи. Жаркая погода работала на руку производителям мороженого. Юных посетителей выставки освежающим лакомством угощал глава региона. Как зовут тебя? Почтай. А? Стас, давай, какое мороженое ты любишь? Какое любишь? Какое любишь? Выбирай. Давай, выбирай. Вот это любишь? Все, давай, Стас. Спасибо, молодцы. К слову, мороженое на выставке готовили, не отходя от шатров. Очень много готовится, и я с дегуферами горожанам предлагаю. Большинство экспонентов на выставке презентуют новинки. Вот и на стенде Чувашского книжного издательства оригинальные сувенирные наборы. Даже поэму Норспи теперь можно не только прочитать, но и послушать на диске. Совместно с Чувашским государственным художественным музеем этот проект реализован, потому что они нам предоставили репродукции картин известных художников. Это первый пилотный, можно сказать, проект. Дальше мы можем эту сувенирную продукцию делать по заказу. Символика республики и города становится двигателем продаж, отметил глава региона. Мы подготовили экземпляры пробные, чтобы увидели, что так можно сделать. На регионе уже на продажу пойдут. Вы делайте смело. На рынке все это будет построено. Уверенно можете развивать свой бизнес. 26-я по счету выставка регионы сотрудничества без границ продолжает расширять географию. В этом году среди участников более 100 предприятий. Экспозиции не только в шатрах. Производители машин заняли всю Красную площадь. Из Татарстана новые модели Камазов. Высота эта с чем связана? Чтобы обмен воздухом больше был соответственно? Нет. Для того, чтобы более... Именно автомобили, которые на более дальнее расстояние, у них специальный объем кабины больше, чтобы водитель перемещался с рабочего места до спальника практически в полный рост. Пока предприниматели налаживали взаимовыгодные контакты, горожане изучали историю Чебоксар и обсуждали стратегию развития столицы. Это одна из площадок выставки. Глава региона отметил, что инициативы жителей возьмут на учет. Поставить своим детям потенциал, и чтобы они дальше развивали и строили город, строили Чувашию и нашу любимую Российскую Федерацию. Поэтому я рад вас приветствовать за такой ответственный подход, за ваши патриотические чувства. Очень красивый у нас город, Михаил Васильевич. И он год от года краше и краше. Спасибо большое. Спасибо, низкий вам поклон. Горожан в эти дни баловали и национальными блюдами. Участники выставки претендуют на рекорд России в приготовлении самого большого хуплу. Хлебопеки поработали на славу. Длина пирога 30 метров, вес более 300 килограммов. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Валерий Лизюков. Республика. В День Республики в столичном микрорайоне Соленой открылся новый детский сад. Объект был возведен меньше, чем за год в рамках федеральной программы. А в новый город поехал первый троллейбус. Бурно развивающемуся микрорайону детский сад был действительно необходим. Он рассчитан на 220 мест и сейчас практически заполнен. Здесь оборудовали просторные игровые комнаты, кабинет робототехники, музыкальный зал и современный пищеблог. Коллектив практически сформирован. Кроме воспитателей здесь будут работать психологи и логопеды. Для интеллектуального развития в детском саду уже продумали образовательную программу. Замечательный экологический район. Здесь очень удивительные ландшафты. То есть встречается и такая гористая поверхность, и частный сектор есть. Тут же рядышком и многоэтажки, и Волга рядом. Мы будем с детьми совершать походы, развлечения проводить. Тут же недалеко от детского сада и в то же время не в детском саду. Это все здорово и замечательно. Будем проводить проект по родному краю с рюкзачком шагая. Очень много достойного оборудования, которое позволит нам всесторонне развить каждого ребеночка. И поэтому ждем всех обязательно в нашем новом детском саду. Постараемся принять всех желающих. Нам, правда, осталось еще только один год, но тем не менее, чтобы было легче. Не возить ребенка, потому что приходилось рано вставать, везти ребенка перед работой в детский сад, вечером забирать, постоянно стоять в пробке. А сейчас очень хорошо. Садик в 100 метрах от нашего дома. Всего же в этом году в столице республики запланировано открытие 10 детских садов. В Чебоксарах развивается и транспортная доступность микрорайонов города. В день республики открылась троллейбусная линия в новом городе. Протяженность контактной сети составила 2 километра. Есть тяговая подстанция и диспетчерский пункт. До этого здесь курсировали только маршрутки. Раньше, сперва, конечно, тяжеловато было. Ни маршруток, ни автобуса, ничего не было. Приходилось пешком по снегу нам. Как бы даже, да, дороги не было. Не только идти ползать даже, наверное, по колено снега было. Теперь у нас, да, цивилизация. В нашем микрорайоне появился троллейбус. Наконец-то мы этого так ждали. Потому что на коляске можно в гости поехать. А на машине коляску такую большую не затащишь. Очень рады. Троллейбусы из нового города будут курсировать до северо-западного района по третьему маршруту. Транспортная доступность должна отразиться и на развитии микрорайона. В этом году здесь планируют сдать еще тысячу квартир и открыть новый детский сад. День республики отпраздновали и в Старых Айбесях, что в Алатарском районе Чувашия. Село, расположенное в лесном массиве, стало местом притяжения для местных жителей и гостей. Рады мы вас видеть, дорогие наши. Русское спасибо вам от сердца скажем. На земле, родимой, мы вас величаем. Крепкого здоровья от души желаем. Русский самовар. Русский национальный платок. Старинное село, в котором уже много лет живут в мире и дружбе русские Чуваша Мар-2, в эти праздничные дни преобразилось до неузнаваемости. Как и положено, радушные хозяева предоставили гостям и кровь, и стол. Новые только что построенные домики еще пахли свежим деревом. В них и заселились участники импровизированной выставки. Те, кому нужен простор, расположились прямо на улице. Мастера со всей округи спешили рассказать гостям, чем славен Алатарский край. Организаторы считают, что нынешний вернисаж станет основой создания этнографического музея. Ремесла здесь знатная. Вышивка, резьба по дереву, бисероплетение, ковка из металла, а еще пчеловодство, рыболовство. Местные жители производят все, что нужно в повседневной жизни. У пирогов и плюшек свои рецепты изготовления. В каждом импровизированном дворе был накрыт стол с обязательным караваем. Наш мордовский дом славит, во-первых, коллективами фолькорными, а во-вторых, конечно же, национальный мордовский стол, на котором представлен широко квас мордовский, знаменитый, который нигде больше не делают. Обрядовые блины, которые пекут только мордва. Обрядовая каша. И пироги мордовские, которые узнает любой от ведовых. Мужчина у нас есть, умельцы, которые занимаются кованными изделиями, красивые заборы, ворота. Все применяется в доме, все можно использовать, все будет прошать. Вот подставочница, вот как бы ваза, сделанная с розочками. И многие еще большие подделки делают наши умельцы. В эти праздничные дни в селе Ичиксы заработал свой фельдшерско-акушерский пункт. Так что теперь не надо ездить в районную поликлинику. В самом селе завершается ремонт офиса врача общей практики. Для детей открыли детскую и спортивную площадки. Активно развивается в районе малое и среднее предпринимательство. Я тоже рад и горд за Алатырцев, потому что сегодня День Республики. В канун празднования государственного праздника Дня Чувашской Республики отмечаем здесь. Очень много мероприятий, открываются новые объекты. И то, что сделано руководцем района, сделано жителями данного Алатырского района, это значимо для всех нас. Потому что деревни, которые здесь расположены, они стали краше. Благосостояние людей улучшается. Сплоченность, мобилизация людей дает синергетический эффект. Посмотрев, пообщавшись с людьми, я убедился в этом. Добрые улыбки на лицах людей говорят о многом. Все дороги в этот день в старых Айбесях вели к сцене. Там состоялось вручение сертификатов на улучшение жилищных условий многодетных семей и молодых специалистов. Церемония торжественного награждения лучших по профессии. Хлеборуба и животноводы, учителя и врачи. У каждого свой вклад в развитие малой родины. И эти люди достойны общественного признания. Лучшие из лучших в День республики в Доме правительства уже по традиции наградили тех, чей ежедневный труд делает наш регион динамично развивающимся. Учителям, врачам, работникам промышленности и сельского хозяйства, деятелям культуры, энергетикам, государственным и муниципальным служащим, общественникам. Глава республики вручил государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Учителя, врачи, артисты, сотрудники лесничества собрались в одном зале и все немного волнуются в ожидании наград. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань уважения и признания вам, честным, ответственным труженикам, которые всю свою душу, умения и профессионализм вкладывают в развитие нашей любимой республики. Уверен, что государственные награды, которые вы сегодня получите, станут для вас дополнительным стимулом достижения новых вершин и побед. Вадим Григорьев, врач, анестезиолог, реаниматолог. 37 лет спасает жизни людей. Доктор по призванию, он получил награду от президента страны. Почетное звание заслуженный врач Российской Федерации. Жизнь пациента, отвоеванной у смерти, это победа. Без ложной скромности могу сказать, что у коллектива врачей, анестезиологов, реаниматологов Республиканской клинической больницы таких побед было немало. Звание заслуженного врача Российской Федерации буду носить со всей ответственностью за предыдущие и будущие победы. Вениамин Петров – тот, кто всегда на страже безопасности. Душой болеет за молодое поколение защитников Родины. Он получил почетную грамоту президента Российской Федерации за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Главная задача еще мы видим, чтобы подготовить как можно больше молодежи для поступления в военное училище. Потому что в последнее время, к сожалению, был провал в этой области. А сейчас чувашские парни достойно представляют нас, достойно поступают. Больше всего наше родное Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков, который я в свое время закончил, там процент удельный вес пять раз больше, чем другие субъекты или даже чем средний по России наших курсантов. Поэтому искренне благодарность всем нашим коллегам, те, которые в общественных организациях работают во славу, эта награда не моя личная, я считаю. Это общая награда всех общественников, всех наших общественных организаций. Тамария Шмуратова и специалисту Республиканского Центра народного творчества Дворца культуры тракторостроителей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Большая радость, что получить такую награду. Награда, конечно же, высокая. Я на такую высокую награду, думаю, и раз на таком высоком уровне оценили, значит, немалую работу делаем в сфере культуры, действительно. Хочу поблагодарить нашего главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, что действительно за такую оценку нашей работы в культуре. Всем с праздником, с Днем Республики. Всего в праздничный день заслуженные награды получили 49 жителей республики. Практически каждый из них отметил, что награда – это заслуга дружных коллективов, в которых они работают. Татьяна Трофимова, Валерий Лизюков, Республика. Несмотря на обширную праздничную программу этих дней, не могла остаться незамеченная всероссийская акция «Горсть памяти», которая прошла 22 июня. Огонь памяти на мемориальном кладбище по улице Хмельницкого в столице Чувашии загорается по траурным и торжественным датам. Здесь покоятся солдаты и офицеры, умершие от ран в госпиталях Чебоксар. В этом году по всей стране проходит всероссийская акция «Горсть памяти». Земля с братской могилы теперь будет храниться в главном храме Вооруженных сил России. Военно-патриотическая акция объединила все населенные пункты, где остались захоронения времен Великой Отечественной войны. К месту поминовения в главный храм Вооруженных сил доставят еще 14 солдатских кесетов из разных районов Чувашии. Помимо итогов Дня Республики, на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства обсудили и цифры, которые характеризуют социально-экономическое развитие региона с начала года. Индекс промышленного производства в январе-мая 2019 года составил 101,8%. Объем отгруженной продукции – 99 миллиардов рублей, с плюсом на 16,1%. Самый большой рост отмечается в машиностроении. Есть небольшое снижение в электротехнической отрасли. Но ситуация к концу года должна измениться. Электротехнические предприятия сегодня работают по корректировке своих проектов в связи с переводом части энергообъектов на цифровое оборудование. Значит, в перспективе заказы будут увеличиваться. На постепенное восстановление положительного значения индекса производства в электротехнической отрасли по итогам года повлияет рост производства на локаюнка электротехнической продукции для высокотехнологичных секторов экономики. Заказы у предприятий есть, они выполняются. Индекс производства улучшится к 9 месяцам этого года после оплаты основных заказов по крупным проектам. Один из ярких примеров – Чебоксарский электроаппаратный завод. Здесь завершили сборку первой в России мобильной цифровой подстанции. Другие предприятия электротехнического кластера тоже не отстают. Номенклатурную линейку расширяет коллектив НИР Промэлектро. Аналогов ряда продукции в России не производится. Группа компаний «Хевилл» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске. Масштабные работы по расширению действующей производственной линии были проведены при поддержке Федерального фонда развития промышленности и Фонда развития моногородов. Члены совещания обсудили и поступление в бюджет республики. Галина Титарчук, Надежда Яковлев, Валерий Рязюков, республика. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Любимые и известные россиянами песни в День республики пел в Чебоксарах большой сводный хор. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Ну а Чувашия в сердце России так назвали праздничный концерт сводного хора. Он объединил больше полутора тысяч голосов. Гимна страны, республики и другие любимые россиянами песни вместе исполнили детский сводный хор Чуваши, коллективы из районов и участники фестиваля «Родники России». Мы представители Москвы и Московской области. И поэтому я могу сказать, что у вас здесь такой темперамент, такой задор, такое веселье. И самое главное – человечность, искренность, которой не хватает в больших регионах. Дирижировали хором Морис и Наталья Яклашкина. Хор – это такое мощное единство, это общий дух. И разницы между детским хором и взрослым, вы знаете, практически ее нет. Потому что взрослые, это все же самые дети, такие же искренние чувства, такие же искренние эмоции, как у детей. Пусть всегда будет дело, пусть всегда будет мама, пусть всегда играть, думать о чем, о игре только. Александр Краснов еще в молодости из-за болезни потерял зрение. Все мелодии подбирает на слух. Я как вот радио слушаю, вот Туван радио, национальное радио, меня записываю на магнитофон, а потом слушаю и разучу уже на слух. Аккомпаниатор Синьяльского дома творчества Анатолий Федоров показывает нам так называемую саратовскую «Гармонь». Она известна с середины 19 века и отличается своеобразным тембром и особой силой звучания. В одну клавишу нажимаешь в одну сторону, да, один звук издает. А на джиме уже другого звука. Хотя на нем сложно играть, надо мехами работать. Ну и одну песню, а одну мелодию я научился на нем играть. Это был непрофессиональный конкурс, хотя мастерство и чистота исполнения приветствовались. В этот раз участников обещали строго не судить. «Наверное, даже словами нельзя выразить те чувства, которые можно выразить через инструмент, да. Под гармонией у нас что? Влюбляются, да, признаются в любви, веселятся, танцуют, грустят. Гармония, она где-то, может быть, отходит на второй план, но тем не менее вот такие конкурсы, они способствуют сохранению традиций исполнения на национальных гармониках». Организаторы планируют сделать конкурс ежегодно. Ольга Пырочкина, Вадим Владимиров, Республика. Новые высоты и личные рекорды. В Чебоксарах разыграли медали среди мастеров спорта по прыжкам в шестом. Соревнования проходили в новом, набирающем популярность в формате «Вне стадиона». Ей нет равных. После планки 4-65 Анжелика Сидорова оставила соперниц позади, продолжив покорять высоту. Лидер сборной страны была готова взять и высоту 4-80, но все планы спутал дождь. Впереди старты на престижной бриллиантовой лиге. Турнир в Чебоксарах стал поводом проверить свои силы. «Я очень рада, что мы в России тоже начали проводить такой формат, потому что это очень здорово. И для нас поддержка совсем по-другому, чем на стадионе. И для зрителей понятнее, они ближе, они видят все». Формат прыжков не стадиона среди российских легкоатлетов попробовали впервые в прошлом году, и именно в Чебоксарах. Для шестовиков на Красной площади оборудовали специальные дорожки. Борьба за медали среди лидеров зимнего сезона. Спортсменок поддержал и глава региона. «Пришли поклонники, болельщики данного вида спорта и вообще любители, неравнодушные люди. Столько эмоций, столько позитива, и спортсменов вдохновляют наши горожане». Поддержка горожан помогла Ирине Ивановой. В Чебоксарах ей удалось преодолеть свой же рекорд в летнем сезоне и занять второе место. «Второй старт, так что я думаю нормально, в лечении рекорда. Но я думаю, на мир надо выполнить норматив, потому что на чемпионате будет отбор». Впереди новая планка – 100-й чемпионат России по легкой атлетике, который также пройдет в столице региона с 24 по 27 июля. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. И возвращаемся к теме социально-экономического развития Чуваши уже на конкретных примерах. Впереди видеорепортажи с выставки «Регионы. Сотрудничество без границ». А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Чебоксарский мясокомбинат – современное предприятие, работающее по высоким стандартам качества. Продукция с его маркой ежегодно участвует во всероссийских выставках и получает высокую оценку. Наши продукты в этом году на продэкспо – колбаса советская и зернистая сырокопченая – получили золотые медали. Также наша колбаса докторская ГОСТ и национальная гордость Ширтан получили высокие оценки. Комбинат производит широкий ассортимент колбасных изделий и деликатесов – более 60 видов. Современное оборудование и профессионализм сотрудников позволяют выпускать колбасные и мясные изделия и полуфабрикаты высокого качества. Мне так понравилась вот эта вот пепперони колбаска. Очень вкусная, интересная. И вообще много чего тут понравилось, поэтому я сегодня попробую, завтра, наверное, еще парочку куплю. Очень вкусно, очень сытно, оригинально, необычно. На выставке регионы «Сотрудничество без границ» Чебоксарский мясокомбинат представил новинки этого года. Мы представляем колбасу полукопченую «Черный монах» и наши продукты – новые колбаски сырокопченые, пивбаски. Мы очень рады, что эти продукты полюбились гостям выставки. «Черный монах» очень понравился. Ну, понравились еще вот те колбаски классические, вот исключительно. Вот говорят, вот они, да. Международные стандарты качества, натуральное сырье и отменный вкус – вот слагаемые успеха Чебоксарского мясокомбината. Это участвуете, тоже хорошо? Это продвигаете свои продукции? Да, знакомим, покупайте, угощайте, угощайте. Столько период? Не останавливаться надо стегнутым. Спрашивайте продукцию предприятий в магазинах республики. Пройтись по квартире «Свои мечты» прямо на выставке «Регионы. Сотрудничество без границ». В павильоне компании «Честер Инвест» – это проще простого. Надеваем очки виртуальной реальности и попадаем в свой будущий дом. В данный момент мы находимся в ванной комнате. Сейчас мы проследуемся с вами в кухню. В ванной, конечно, эффектно, да, ничего не скажешь. Квартира с отделкой. В жилом квартале «Ясная поляна». Выгодные предложения от «Честер Инвест». Ремонт делается по индивидуальному дизайн-проекту, а стоимость готовой квартиры начинается от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Полностью готовый санузел в кафеле со всей сантехникой, металлическая входная дверь, межкомнатные двери, обои на стенах, ламинат или линолеум по машинам выбору на полу и натяжной потолок. Поэтому просто заезжай и живи. Еще одно выгодное предложение – трейд-ин. Обменяйте свою старую квартиру или автомобиль на новую квартиру с доплатой. Тратить свое время не придется. Сотрудники «Честер Инвест» сделают все за вас. Другой вариант – получить квартиру мечты, взять ипотеку. Ставка – 5% для молодой семьи. Я сам себе подобрал там двухкомнатную квартиру, и мне сделали очень хорошее предложение. Вот планирую тоже там приобрести себе жилье на будущее. Там близко очень лес, очень чистый воздух, получается экологически чистый район. Это одна из причин купить квартиру в Ясной Поляне. Другая – качество жилых домов. Их строят из современной трехслойной панели с облицовкой клинкерной плиткой, которая производится на собственном заводе ДСК «Честер». За сроки сдачи можно не переживать. Теперь взглянем на инфраструктуру. Строится садик, который будет сдаваться уже в этом году. Сейчас он уже на этапе третьего этажа. Строительство школы ожидается в 2020-2021 году. Завершается уже строительство четырехполосной дороги по федеральной программе. Поэтому и также у наших жителей будет еще своя дорога, по которой скоро уже пойдет 35-я маршрутка. Жилой квартал Ясная Поляна – это шесть сданных домов и более трех тысяч жильцов. Сейчас открыты продажи квартир в строящейся 20-й позиции. Не упустите шанс купить квартиру своей мечты от компании «Честер Инвест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова